И я бы хотел сказать, что обзор наполнен спойлерами, и его не стоит смотреть тем, кто собрался в эту игру поиграть. Однако, этот шедевр абстрактного искусства заспойлерить невозможно, ибо искусство осознаётся не разумом и километрами связанного текста. Его нужно чувствовать и интерпретировать эмпирически. И по этой причине весь сюжет Hyper Light Drifter умещается во вступительную заставку, а лор является фанфикшеном процентов на 95. Из-за чего связанной и подтверждённой не на уровне гипотез истории мира вы здесь не получите. Скорее очередной поток сознания, для лучшего понимания которого необходимо посмотреть видео с чёрным экраном. Да и вообще, вся методка Drifter заключается именно в геймплее и дизайне локаций, чего не может передать ни один лоровический видос на 6 часов предисловия. Однако зачем-то мы всё же здесь. Зачем? Хм. Задумывался ли ты о такой чисто гипотетической ситуации, когда тебе было бы точно известно, что дорога приключений твоего слабеющего организма подходит к концу? И более того, у тебя бы имелись приблизительные даты, когда слабость пройдёт. На некоторое время тело ощутит небывалый подъём, попросту перестав бороться с болезнью. Что бы ты сделал? Отправился в путешествие в разные страны? Делал всякие грязные штуки со стенами, вложил бы последнюю валюту в бесконечный дэш и бегал на перегонки со временем в поисках панацеи? Что же такое в этом контексте Hyper Light Drifter? Игра, часть сюжета которой является эксклюзивом для Nintendo Switch. Или же история, которую эти вопросы открывают? Огонь, вода, условно земля, воздух. Пятый ребилд Евангелиона Хидеахи, когда же ты наконец угомонишься? Когда-то четыре народа жили в мире, пока со всех сторон не наступил пушной зверёк. Голуби устроили гражданскую войну во имя культа магии. Козы-выдры просто войну с жабами. Зелёные хомячки испытали техногенную катастрофу и трансформировались в кристаллы. А ящерицы и дальше тусуют на юге и никого не трогают. Однажды в этой вселенной поголовного фуриёбства один случайный синий мужик заболевает туберкулёзом. Берёт свой меч и отправляется на поиски приключений в мире произошедшего третьего удара. Все человекоподобные роботы сгнили от морового поветрия. Часть фуриевечества расщепилась на фанту. И только равнодушная чёрная собака по кличке Генда имеет какой-то план по возвышению остатков цивилизации. А может быть и планы по закату этой самой цивилизации. И ты просто по приколу исполняешь его прихоти. Впрочем и прихоти Ли, учитывая, что шакал просто ходит где-то там на заднем плане, а уже фан-база додумала его божественность, владычество над смертью и грядущий Армагеддон. Ну ты сичёшь прямо, как в Евангелионе. Только вместо грёбаных крестов у нас повсюду ромбы и квадраты, которые те же ромбы, но наклонённые по перспективе. А ещё есть нигде неупомянутые гиганты на задниках и настолько же не раскрытые об ЭЧР на передниках. И знаешь, что это значит по мнению лороведов? Конечно же это значит, что когда-то давно между ними всеми шла кровопролитная война. Ведь иначе просто быть не может. А затем выживших разобрали на запчасти и пустили на органы. Да так за века и не придумали, куда же потом эти органы пересаживать. Вот тут один из титанов в процессе борьбы передал привет сейрасе енотов и их потомкам. А может быть и они сами передали себе привет, применив свою гигапушку. Так-то по серии максимально абстрактных картинок сказать что-либо с уверенностью сложно. И вот наш славный герой по кличке Гиперсветовой Дрифтер режет ни в чём не повинных хомяков, привносит демократию на чужие земли и изредка пытается выблевать свои лёгкие и мародёрствы. Дрифтер это в принципе не имя, а профессия. Но ты должен знать эту шутку, относимую к большей части главных героев компьютерных игр. Дрифтер спрашивает Дрифтера, пойдёшь сегодня в очередную заброшку в поисках артефактов от бывших жильцов? Нет, отвечает Дрифтер, сегодня мы вырезаем под корень жильцов нынешних. Да и вообще смотри как головы весело разлетаются. Ведь нашему благородному герою кровь из носу и немного из лёгких необходимо всего-то вырезать глав четырёх фракций, чтобы активировать охраняемые ими монолиты. Зачем? Я бы ответил, что так сказала чёрная собака, но в том-то и дело, чёрная собака ничего и никому не говорила. Никто здесь в принципе ничего не говорил, так что считай, что всё происходит ради лолзов. Ну или можно считать вступительную заставку, которую никто никогда не понимает с первого раза, неким видением о будущих событиях. И мол, есть у нас Гига Ромб. Он немного заболел и скоро рванет покрасив планету в красный. И конечно ты можешь ничего и не делать, и тогда возможно даже умирать не придётся, но это ведь совершенно неинтересно, правда? Изначально и на протяжении всей игры нам показывают игровую карту, что фактически является одним большим конструктом древних цивилизаций. И в его центре под четырьмя замками находится гигаваттная лампочка, что может в любой момент пойти в разнос. Однако, можно ли считать это проблемой, что никто не знает, что тогда произойдёт на самом деле? Где заканчивается абстрактный символизм и начинается катсцена с описанием событий, имеющих место в реальном мире? Безусловно, можно сказать, что наш Иисус походил по воде, подрался с главным боссом, посмотрел на уничтоженных титанов, а затем уехал с космической собакой на каменном лифте. Однако, какие только мультики ты не увидишь при температуре под 40. И даже сон собаки можно считать едва ли не буквальным каноном. И всё вышеизложенное можно интерпретировать как угодно. Рванёт лампочка и за первым взрывом произойдёт сразу конец света, парад планет и вторжение ктулху. Рванёт лампочка и милая тентакли-штука отправится причинять любовь и насаждать тех, кто любовь не принимает. Рванёт лампочка и гравитационная аномалия вокруг механизма исчезнет, после чего его целиком смоет океанической волной вместе со всеми жителями. Если бы мы знали, что происходит, мы бы знали, что происходит. А так абсолютно каждый лоровед может только предполагать и писать очередной фанфик, причём далеко не всегда обозначая, что берёт историю из своей головы, а не из игры. Общепринято считается, чуваки сначала написали своих впечатлений на Рувике, а затем перевели на английский, что дрифтер посредством геноцида малых народностей спасает свой мир. Но так ли это? Откуда же возникает такая проблема с интерпретациями сюжета, что он может являться как спин-оффом Евангелиона, так и поставком в сеттинге Зверополиса? Ну, как сказать? Проблема в том, что в игре отсутствует текст, кроме как в обучении. Персонажи общаются картинками и крайне редко, а для тех пяти абзацев хоть что-то значащих буковок, придётся сначала устроить страстное чаепитие с каждой встречаемой стеной по дороге, ведь секретных проходов здесь больше, чем геймплея в основной части игры, а затем сидеть расшифровывать наши любимые ребусы. И когда я говорю про секретные проходы, ты явно не осознаёшь масштаб трагедии. Секретная комната в секретной комнате в секретной комнате, прямо напротив ещё одной секретки в секретной же локации. Это меньшее, что тебя ожидает в Хелдем. Иногда там могут найтись аптечки, местная валюта, а иногда те самые не особо вкусные монолиты. А ещё велика вероятность, что при казуальном прохождении без Вики, только на второй-третьей локации ты начнёшь смутно подозревать, что что-то упускаешь. Например, колючи, коих по четыре штуки на каждую часть света. Из-за отсутствия текста нет ничего удивительного в том, что вместо рассылки трёх писем главам фракции о предстоящем апокалипсисе, Дрифтер предпочитает путь геноцида. А может быть ему просто нравится резать фурии стоя, даже не вступая с ними в диалог? Безусловно. Грачи-джедая в некотором роде религиозные фанатики, которые там приносят жертву, собственные яйца ради чего-то наверняка очень важного. И тем самым и так стерилизовали весь свой род, после чего вымрут уже в следующем поколении. Ну и значит, можно бить их без задних мыслей. Жабки устроили вечную среду, воюют с козовыдрами и даже угоняют их в рабство. А значит, негодяи по определению. Чуваки с запада, что некогда почти всей нации превратились в кристаллы вследствие техногенки, наверное, просто являются конкурентами протагониста. Смотри, он синий. И он отчасти синий. И остаться должен только один. Как в Горце. Лудонарративная проблема только в том, что все эти конфликты, кроме последнего, не имеют никакого отношения к главному герою. Из-за абстрактной подачи вся сюжетная линия является одной огромной спекуляцией и натягиванием совы на Павлу Глобу. С одинаковой уверенностью можно заявлять главного босса чем угодно. Добром, злом, огромным лазерным черным злобоглазом, который, конечно же, хочет уничтожить весь мир, и даже больше. Забыв о том, что он всего лишь существо третьего тира темницы. Но, может быть, ему нужен и не мир, а куда страшнее изъятие из розничной продажи всего овсяного печенья. И вообще, именно главный злодей не только превратил весь мировой океан в клюквенный сок, развел шакала на божественные силы, но и похитил из мира весь текст и буквенную речь. Из-за чего персонажам приходится общаться посредством презентации в пауэрпойнте. Причем, так как художественного образования и патреона ни у кого нет, в лучшем случае получается стрясти по 3-4 картинки. А дальше могу только пожелать удачи в декодировании скрытых смыслов, коих, впрочем, немного. Синего бомжа, сородича нашего дрифтера, побили бандиты, и теперь он накровавленный лежит в переулке. Какой кошмар! Сказал бы я, если бы с ним были предусмотрены хоть какие-то дальнейшие интеракции. А так, хрен с ним, у меня арена не пройдена. Когда-то Минотавр был дрифтером, но потом ему прострелили колено. Ладно. Хотели полутать руины кристаллического города, а полутали кристаллических пиздюлей. Эй, там босс, не ходи туда! Там босс, не ходи туда! Там босс, не ходи туда! Там босс, иди разъеби эту суку во имя анархии! Злые голуби похищают яйца и делают грязные ритуалы, но один суперголубь прихватил приплод и обосновался просто к слову в одной лестнице от очередного жертвенника. Вовсе не для того, чтобы заиметь еще больше магических сил, да-да. Видишь, вокруг него теплое освещение, а в других помещениях холодное. Значит, он добрый, а они все поголовно злые. И первосвященник у них это два голубя, стоящие друг у друга на плечах, что характеризует низменность всех этих культов и заочно оскорбляет чувства верующих. Хать-фу! Злые жабы похищают коза-выдор и угоняют на строительство пирамид. Ну и просто по приколу развешивать своих несостоявшихся рабов около статуи в честь самих себя. Но не волнуйся, когда-нибудь евреев спасет либо Моисей, либо Шиндлер. Злые защитные системы не дают мародерствовать на руинах лаборатории и распивать океан душ прямо с горла. Ну, л--u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Давайте признаем, ящерицам даже враги особо не нужны, чтобы опиздюлиться. Кристалл, которому похер, так как он сила природы, поглощает нацию высокоразвитых самураев, что становится одной из причинных капитуляций во Второй мировой войне Но не волнуйся и за них, если бы их не вырезал последний гражданин феодальной Нихони, то они бы изобрели аниме и разрастили свое ВВП до пределов атмосферы и возможно даже чуть выше Эх, история и сослагательные наклонения Или вот уже меня опять просят обозреть бессюжетную инди-поделку, самой известной частью которой являются проблемы с сердцем у ее автора И даже команда разработки просто чисто случайно называется Hard Machine, что конечно же и абсолютно точно не является частью маркетинговой кампании, звучащей в подавляющей части интервью с разработчиками Да, да, да Единственный, кто справился с проблемой исчезновения букв, это древняя или не очень древняя, так как никаких сроков здесь не названо Раса предтечей Они зашифровали английский алфавит в каракуле, а каракуле поместили на скрытые по всему механизму монолиты Одно несчастье, сохраняли знания для будущих поколений местные двачеры Отчего в шифрах найдутся только пацанские цитаты из первого попавшегося паблика ВКонтакте Вследствие чего неправильные Хоку раскрывают ровно нихрена внятного сюжета Рассказывают о том, о чем и так можно было бы догадаться И в обратной пропорции накидывают поводов к СПГС Ну вот посмотри, сделав максимально противоестественные штуки с каждой стеной по дороге Ты сможешь обнаружить по всему миру 16 монолитов Активируешь каждый и на нем появляются буковки А рядом некоторое время тусуется птичка-библиотека Кстати, библиотекари отчего-то считают расой предтечи, которые построили механизм в целом И никого не удивляет, что история современных народов была написана ими еще до своего исчезновения Итоговым посланием в горах родине птичьего народа будет это Вроде как характеризующая народец и его основные способности Трансцендентная вера в бессмертие Созданные разрывы и опасный потенциал стали основанием для веры и насилия Потерявшие себя на узкой дороге На юге живет народ ящеров Но данные строчки к ним не относятся Так как ящеры тусуются в племенах и жарят мясо на кострах Когда как под землей расположен целый комплекс предполагаемо вымершей цивилизаций каких-то любителей дрейдек И уже к ним белые стишки относимы в большей мере Невероятные чудеса и сила Отчаянная жажда прогресса Искажение жизни и поедание тела Первая жертва вторжения На востоке живет народец жабок-ниндзя Предпочитающих угонять в рабство грязных лаваев Изолированный народ пугающий и одержимый Подношение великого очищающего пламени Отравленная безумная родина Хрупкий баланс сожжен и загублен На западе живет народ каких-то зелено-синих чудиков То ли хомяков, то ли енотов, то ли миниатюрных халков И у меня нет совершенно никаких идей, почему они зеленые Наверное, символизм Драгоценная история в плену кристаллов Спокойствие ума Отточенное мастерство Приближается полночь Заточены в ловушке отчаяния Ну и я ведь не один вижу в этих стежках Определенные такие проблемы Возможно, меня избаловали прошаренные геймдизайнеры Однако секретики в ХЛД попросту не выполняют свою основную функцию Такие штуки, как я уже говорил, должны бы доносить до игрока что-то новое Быть наградой за исследование, дополнять текущее и иметь хоть какую-то конкретику Однако вид вот этого парня сказал мне о западной локации больше, чем все четыре секретных монолита вместе взятых Бывшие жители восточной локации Разлагающиеся напротив статуи в их честь Сказали мне о востоке больше, чем опять же все четыре секретных монолита То же самое на севере и юге Разве что в записях о юге упомянули очередность чьего-то там вторжения Все, смысл четырех часов из шести на вытрахивание стен теряется чуть более, чем полностью Так как результат попросту не имеет никакой весомой наполненности Даже распинывание мячика с местным задротом футбола имело большую значимость для тебя как игрока Главного героя как неизлечимо больного и мира, сука, в целом И знаешь, что самое смешное? Если собрать все-все монолиты, то ты преисполнишься И в великой библиотеке в горах появится новая запись И писал я точно такой же адмирал ясен хуй, что и все остальные Ведь просто пройдя игру, а затем активировав свои полторы извилины для пересмотра начальной составки Ты и без того будешь знать эту информацию А если не будешь, легко додумаешь за счет того, что тебя вынуждают додумывать историю самому Используя великий источник Совершенная бессмертная клетка была создана Чтобы наполнить всю разумную жизнь благородной целью Такая сила ужасала других и привела к разрушению Так как ее цель была извращена Отвратительная клетка все еще гниет глубоко в недрах этого мира И именно так мы получаем абсолютно ничего, чего нельзя узнать благодаря просто наличию глаз Шах и мат любителей шифров Ну ладно, давай об этой самой совершенной бессмертной ячейке, упомянутой в библиотеке Вот и она, кстати, показывается в галлюцинациях после каждого босса Так что если забыл вступительную заставку, не расстраивайся Тебе покажут ее кусками еще минимум четыре раза Учитывая, что каждый раз перед этим тебя забивает в катсцене сущность Являющаяся персонафикацией туберкулеза Можно сделать много выводов Начиная от того, что именно злобоглаз направляет тебя вперед И заканчивая тем, что протагонист и без подсказок прекрасно знает Чем городу грозит коллапсирующая энергия Когда ты активируешь все четыре 5G-вышки В центре города действительно откроется проход к ядру механизма Где и заключена та самая извращенная клетка энергоячейка Та с чем-то, судя по всему, она просто является огромным аккумулятором и вечным двигателем Который щедро разливает энергию по всем направлениям Изначально была белой, но с ростом износа или вследствие заражения Самую малость офиолетовилась И могу только предположить, что из-за этого же по всем трубам вместо белой жижи потекла розовая И если уж на то пошло, розовая жижа это единственное вещество в этой вселенной Которое может хоть как-то заполнять сюжетные дыры Тут тебе и способ борьбы с титанами-гигантами И лучевая болезнь всех дрифтеров, которые лазают по руинам где этой жижи полно И причина поголовного стремления всех рас ее овладеть И загрязнение водоемов, и переселение народов И даже объективная причина, почему герой, которому осталось не так уж много Вместо банки пива и просмотра мемов в интернете Выбирает прорубить себе дорогу через половину разумного населения этого мира Чтобы затем активировать лифт и... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А в локальных титрах начался сущий кошмар Главный герой лично разрушает энергостанцию и вызывает крупнейший энергетический кризис в истории Предотвращает третий удар и процесс комплементации фуревечества Отдает мир во власть безумного бога Что-то, скорее всего, страшное, что могло произойти Не произошло Он просто пошел и дал пиздюлей туберкулезу Карл Пропитый синяк в свои последние минуты придумал себе дом, собаку, бомжа-сородича и целую эпопею по спасению города Божественная миссия оказалась выполнена Черная собака, которая почему-то шакал, которая почему-то анубис просто кинула дрифтера Он умер ради целого мира И своих 7-минутных хотелок А финальная тема называется Панацея Однако я не уверен, что даже Панацея способна исцелить нас от стремительно прогрессирующей абстракции Вопросы Вопросы, на которые есть ответы Но дать их по задумке автора должен чувак с той стороны зеркала Вот его и спрашивай Люблю, целую До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...